Хочу хайлайт с пояснением 1. Гены, почему... Хорошо, попробуем. ...развернуто по аргументам. Что скажешь про синдромы, которые являются геномной патологией синдром Дауна? 2. Если можно, так же про статистику. Так, ну я, по-моему, уже вчера на всё это отвечал, но отвечу сейчас. Сейчас небольшую паузу выдержим. Так. Так, 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 252 даже рубля, нормально. Так, надо что-то хорошо придумать, да? 25 минут можно даже отвечать по-хорошему, если... Поехали в таком случае. Ну, дяденька не прав, соответственно, вот давайте вернёмся к тому, что мальчик вот этот вот совершенно не прав по поводу того, что философия не пользуется наблюдениями и эмпирическими методами, она их разработала. И даже в Древней Греции были эмпирики непосредственно, но то есть здесь всё очень плохо. Здесь всё очень плохо у него, как обычно по историографии, довольно примитивно. Теперь поехали. Хочу хайлайт с пояснениями. Гены. Почему это хуйня? Вопрос, да? Что скажешь про синдромы, которые являются геномной патологией? Синдром Дауна. Если можно, так же про статистику. Такс. Ну, в таком случае, не знаю, давайте попробуем даже как-нибудь более-менее развернуто написать ответ на этот вопрос все вместе. Я даже сейчас открою гены. 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 Ответим на этот вопрос письменно. Почему бы... Почему бы не ответить на этот вопрос прям вообще письменно, соответственно? Раз уж у нас донат есть, давайте попробуем. Гены. Гены. Давайте попробуем гены. Как мы можем усомниться? Как мы можем усомниться в существовании генов? Как мы можем усом... Первый вопрос, который нас интересует. Почему гены могут быть вообще сомнительными? Многие же говорят, что это неоспоримые факты, да, с которыми, ну, то есть гены, блядь, просто существуют. Многие люди говорят, гены просто существуют, смирись с этим, поверь в это как бы, все. Никаких сомнений в этом нет. Как мы можем усомниться в существовании генов? Первый пункт. Первый пункт. Как мы можем усомниться в существовании генов? Допустить, что мир, например, мир является иллюзорным. А потому... А потому все... А потому все, что в нем существует... А потому все, что в нем существует... Не существует на самом деле, а лишь кажется нам. Можем сделать такое допущение, Ёльский кот? Если можем, ну, все, гены... Генов нет, соответственно. Чисто технически генов уже не существует. Если мы можем сделать такое допущение. Это может быть вот в такой вот, как бы, знаете, парадигме, которая допускает иллюзорность мира. Например, любая индийская... Практически любая индийская философия. Почти любая, практически без исключения, любая индийская философия. Ну, с редкими исключениями индийские философии, которые рассуждают о майя, иллюзорности. Даже давайте попробуем здесь подписать какой-нибудь буддизм, значительная-значительная часть индуизма, значительная часть индуизма, ну, и некоторые другие учения. Например, учение Беркли. Например, учение Беркли. Вот, вот, вот вам... Если мы допускаем что-то из этого, все, генов нет, до свидания. Их логически просто быть не может. Мы избавляемся от любой возможности постулировать гены, да? Во-вторых, влияние генов, в принципе, влияние генов может быть обусловлено не самими генами, а лишь идеальными структурами. Опять же, я не утверждаю, что это так. Но влияние генов может быть обусловлено не самими генами, а лишь идеальными структурами. То есть чем? То есть духом, душами и прочими сверхъестественными вещами. Следовательно, все зависит там у нас не от генов на самом деле, а от этих самых сверхъестественных штук, соответственно. Все просто здесь, тоже все просто. Мы, гены будут в данном случае, знаете, таким, условно говоря, передатчиком, условно говоря, таким передатчиком, который передает нам сигналы, например, от душ, духов там всяких, не знаю, энергии каких-нибудь, ци, инь, ян или чего-нибудь там еще, нам здесь в принципе не важно. Просто от тех вещей, которые мы изучить непосредственно эмпирически не можем. Следующий пункт. Следующий пункт. Мы прошли по основным философским проблемам, да? А что же в эмпирии? Эмпирика. Эмпирика, соответственно. Вот, эмпирика. Как мы можем усомниться в генах с точки зрения чисто эмпирического мира? Допустим, мы не допускаем иллюзорности, допустим, мы не допускаем непосредственно идеалистичности никакой. Вот у нас два пункта, да? Мы отказываемся от вот этих двух первых родов допущения. Эмпирика. 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 Давайте подумаем, как люди изучают вообще в принципе мир из этого, да? Как люди изучают мир человеческий, например. Так, 3.1 будет будет. 3.1. Люди изучают мир довольно многогранно, правильно? Довольно многогранно, соответственно. Довольно многогранно люди изучают мир. Когда речь идет о человеческом мире, то у нас нет общих, общих, общих и разделяемых всеми теорий, которые бы его описывали. Которые бы его описывали. И это при том, что сам человеческий мир является самым близким для нас и самым понятным. Самым близким для нас и понятным. С чего мы взяли? С чего мы взяли, что далекий микромир микромир может быть объяснен вообще в принципе. Объяснен, может быть объяснен объективно. Объективно и понятно. Я действительно не могу как бы с этим смириться. Вдруг неожиданно, знаете, на протяжении всей истории человечества люди, у них разнились трактовки о том, каков наш человеческий мир. То есть мы не можем договориться, собственно, о нашей речи уже. Понимаете? Человеческий мир по большей части состоит из коммуникаций. И эти коммуникации выражаются речью. То есть, понимаете, мы должны, блять, описать то, что состоит из речи с помощью речи. Это вполне возможная задача, но мы, блять, с этим не справляемся. Мы реально с этим не справляемся, соответственно? У нас это не получается принципиально. С чего мы взяли, что какая-то группа людей, непосредственно выйдя за пределы, в общем-то, человеческого мира, используя микроскопы, сможет разгадать тайны каких-то внутренних микросостояний? Я не знаю. Для меня это уже слишком как-то, это большая претензия на истину. И я не верю в то, что она может существовать. Такс, дальше. Три-два. Три-два. Также, также я не верю в абсолютную, абсолютную работу, абсолютную работу всевозможных оптических и прочих увеличительных приборов. То есть, в целом, когда мы смотрим в тот или иной увеличительный прибор, мы можем столкнуться с некоторым искажением. Да, понимаю, что не видно. Вот. То есть, мы можем столкнуться с фундаментальными искажениями действительности, которые не помогут нам узнать истину о том или ином предмете. Все. О том или ином предмете. Ну, вы понимаете, да? Мы, например, можем проверить. Я, например, могу оптический прибор проверить вот у себя в комнате. Я, например, не знаю, беру оптический прибор, увеличиваю, что у меня там на шкафу стоит, что там написано вот на той коробке, например, да? Там коробка наверху у меня стоит, вот наверху, да, коробка. Я могу увеличить, посмотреть, а потом подойти и прочитать, не исказил ли прибор. Да, могу я это сделать. То есть, я могу проверять оптические приборы в рамках человеческого мира. Но я не могу проверять оптические приборы в рамках микромира. То есть, я не могу посмотреть в микромир, увидеть там клетки, увидеть там, не знаю, что вообще угодно. А потом, как бы, уменьшиться до того же самого размера, взглянуть на этот мир еще раз вот уже только своими собственными глазами. И все. Ну, я не могу проверить. Я не могу проверить, действительно ли ничего не искажается. А если искажается, то вопрос об истинности того, что мы получаем, ну, наверное, будет нелепым. Такс. 3.3. Нас больше всего интересует в таком случае даже не то, являются ли гены истинными или существующими. Во многом здесь может, знаете, иметься такая корреляция... Игра с корреляциями. Игра с корреляциями, знаете. Давайте отметим пункт. Игра с корреляциями. Игра с корреляциями. Допустим, когда я вижу в крови ту или иную хуйню, это значит, что там у меня те или иные симптомы. И есть корреляция очень великая. Там, например, что когда у меня в крови находится та или иная хуйня, ну, тот или иной там вирус, например, Мы называем это вирусами, то, что мы называем вирусами, или то, что мы называем там бактериями. Мы находим это внутри нас, и, соответственно, заболевания какие-то проявляются. Это корреляция, это не истина. Вообще, это не значит, что бактерии существуют даже. Это просто значит, что корреляции пока что позволяют нам работать с практикой. Игра с корреляциями может позволить нам создавать некоторые практические штуковины. И практика при этом не будет никаким критерием истины. Мы в рамках, например, естественной установки объясняем, что такое микромир. У нас есть определенные естественные объяснения того, что такое микромир. И, соответственно, имеются определенные корреляции, которые позволяют нам на практике реализовывать некоторые вещи. При этом практика абсолютно не доказывает вообще, по сути, ничего. Практика не является критерием истины. Ну, потому что практика может быть и критерием иллюзии, например. Опять же, вернемся к вот этому пункту. Вернемся к этому самому пункту просто вот потому, что он довольно удобен для нас в данном случае. Смотрите, вернемся к этому пункту. Что в этом пункте? То есть, здесь может ли в иллюзорном мире быть практика? Конечно, может в иллюзорном мире существовать практика Конечно, бесспорно То есть, практика одновременно может быть и в истинном мире, и в иллюзорном мире И, собственно, сам критерий практики ничего нам не показывает, не доказывает И не разрешает ни одну из проблем, с которыми мы можем столкнуться А вот эта вот самая игра с корреляциями, она скорее, вот знаете, она пропрактическая, а не про истинная Ну, то есть, да, мы заметили корреляцию, например У нас там и так или иначе встречаются определенные совпадения с корреляциями Из этого, из этого, соответственно, из этого следует, что у нас есть определенные, в общем-то, наблюдения И мы видим это наблюдение то или иное, не факт, оно истинное или ложное Но мы практически точно знаем, что после этого наблюдения, если мы наблюдаем там, не знаю, в нашей крови определенный вирус То, что мы называем вирусом, да Мы, в принципе, уже составили теорию вируса У нас есть какие-то представления о вирусе Мы думаем, что вирус там это что-то между живым и неживым Там у него определенный состав Да-да, бла-бла-бла-бла-бла-бла Прочая там научная чепухня, соответственно Но нас интересует в данном случае корреляция Работает все с помощью корреляции в данном случае Нам даже не важно, существуют эти вирусы на самом деле И чем они в сущности своей являются Просто нахождение этой самой корреляции Дает нам возможность извлечь практику, соответственно Теперь к синдрому Дауна К синдрому Дауна Синдром Дауна, следствие из игры корреляции Вот это вот Синдром Дауна и прочие Прочие наследственные Заболевания Это следствие данной игры корреляции То есть замечают некоторые, в общем-то, фундаментальные вещи Не факт, что истинные, не факт, что ложные В рамках определенной объяснительной системы В рамках определенной объяснительной модели Не факт, что эта модель истинная Может быть она абсолютно ложная Но при этом с помощью корреляции Мы как бы все это устанавливаем В наших системах понятий И вроде бы это как-то работает И мы можем даже что-то предсказывать И с этим как бы функционировать Но при этом это не значит, что гены Сами по себе существуют И на что-то влияют Потому что, опять же, смотрим на пункт 2 Могут они не сами на что-то влиять Они могут не сами на что-то влиять Они могут непосредственно Быть как бы довольно-таки поверхностными проводниками Тех или иных вещей, знаете Ну типа душ, духов и прочего Какого-нибудь говна И не только, и не только, и не только Мы сейчас еще находимся как бы В европейской парадигме мышления Ёльский кот В европейской парадигме мышления Деление на 2 может быть Вот такое идеальное материальное, да, допустим Бывают еще и разные нейтральные силы Которые не являются естественными И вот Такс Такс, 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 такс Соответственно, соответственно Вот мне, вот эта вся совокупность, в общем-то, факторов Она позволяет мне, как минимум, сомневаться В существовании генов Не разбираясь в данной теме То есть, я действительно не разбираюсь в теме генов Мне эта тема мало интересна Я не уверен, что ученые вообще смогут меня переубедить По этому поводу Соответственно, по крайней мере Потому что с первым пунктом они вообще работать не могут Это будет чистая философия В которой я расхуярю любого ученого, соответственно Вот на этом уровне они как бы уже проиграют На этом уровне они тоже проиграют Они ничего не знают про этот уровень Потому что ученые работают вот на уровне эмпирики А против эмпирики тоже есть определенные, как бы, положения Которые так или иначе позволяют нам усомниться Не особо разбираясь в теме Ну, потому что Потому что, ну, опять же По нашему эмпирическому опыту Ну, вот именно вот такому, знаете Люди создают кучу мнений разных Возвращаемся к тому же пункту, да Что было? Люди создают кучу разных мнений Генетический детерминист пишет хуйню, соответственно Опять же По поводу оптики Линзовый микроскоп работает примерно так же, как и снайперский прицел А изображение, полученное с него, можно сверить со своим зрением Да, но мы не можем сверить это в микро и макро мирах Все Вы не можете, блять, уменьшиться до размера ебучей клетки И тем более до размера ДНК И тем более, блять, до размера каких-то конкретных генов Хммм, интересно, да? Неожиданный тейк И вы как бы берете такую банальную хуйню И еще за 10 рублей мне шлете Ну вот вам не стыдно генетический детерминист? Вы, может быть, думаете, что я там что-то по-другому представляю? Может быть, я думаю, что линзовый микроскоп работает не так, как непосредственно прицел Я же только что, блять, описывал, как он работает А-а-а, нет Нет, 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 нет Решили, что я хуйню несу и вот Ведь очевидно, да, что законы этого мира Законы этого мира Нет, за 10 рублей спасибо, но просто довольно странно Ну смотрите, генетический детермист Вам, по-моему, очевидно, что законы этого мира на всех уровнях как будто бы одинаковы, да? Знаете, откуда это вам очевидно? Это Галилей пизданул однажды, ничем это не обосновывая Галилей верил, что законы мира на всех его уровнях На макро-уровне, на микро-уровне, на нашем человеческом уровне Они работают абсолютно одинаково И поэтому можем применять их как нам угодно Я в это не верю, например Я в это принципиально не верю Поэтому я допускаю, что в микромире могут быть другие законы Которые непосредственно благодаря различным оптическим искажениям Могут приводить нас к некоторым ложным позициям При этом эти позиции могут иметь, знаете, такое промежуточное положение То есть не быть абсолютно не связанными с практикой Но и при этом не позволяющими открыть нам свою истину, собственно Соответственно, мы не сможем узнать, что это Как оно работает, что действительно значит Да и наука, в принципе, наверное, не может это сделать Потому что, ну, опять же, все это Язык, математика, куча абстракций всякого рода Куча догматов всякого рода Которые нужны для того, чтобы все это описывать И с этим работать, соответственно, да? А еще плюс, ну, в принципе, всевозможные вещи Которые позволяют нам куда более сложно Как бы взглянуть вообще на проблему разных методов Например, на микроскопы Кстати, я не знаю, действительно ли с помощью линзового микроскопа Смотрят на ДНК, опять же Тут еще вопрос По-моему, фиксация конкретных генов Производится несколько другими способами Но я здесь могу ошибаться Да Вот То есть существование генов, на мой взгляд, принципиально Сомнительно Как минимум в рамках вот этих вот всех соображений Первые два могут отвергаться Ну, по философским просто причинам А вот здесь, соответственно Вот здесь, соответственно Ну, все, по-моему, тоже рабочее Сомнения Каждый пункт, по которому нас, короче, ведет к сомнению Здесь, он действенный тоже Действительно Ну вот Ну вот Ну вот Ну в таком случае мы даже не можем проверить Линзовый микроскоп Работает примерно так же, как снайперский прицел До определенного момента возможно Ну, то есть Линзовый микроскоп и работает Как снайперский прицел Благодаря законам оптики Которые были выведены исключительно В человеческом мире В мире людей В нашем мире были выведены Они исключительно, понимаете Вот Чтобы добраться до более таких вот микроскопических Павел пишет В рамках этих соображений вообще все сомнительно Ну, так я абсолютный скептик, Павел А в чем проблема, блин? А в чем проблема, а? В рамках этих соображений Мне вообще, в принципе, как абсолютному скептику И приходится доказывать, что вообще все сомнительно Такс Ну в третьем действительно начнется дискуссия Но здесь мы Ну это как раз я и вожу этот пункт Для того, чтобы дискуссия вообще могла начаться Действительно Что вот этот третий пункт Со всеми подпунктами Еще многими другими подпунктами Он и нужен для того, чтобы дискуссия могла начаться Потому что вот на этих пунктах Мы уже как бы Ну мы доминируем здесь уже С помощью этих пунктов Можно как бы заовнить вообще любую науку Ну то есть К чему вы придете Ну просто вы не согласны Ученый скажет Нет, блядь Мир реально существует Никаких духов нет А ты скажешь Есть, блядь Все И все И все Как бы на этом Все заканчивается С эмпирикой Здесь хотя бы мы можем спорить Обмениваться какими-то представлениями И так далее И так далее И так далее Объяснение Ну то есть опять же Будут скорее всего Апеллировать к практической работе Это все игра с корреляциями Так, теперь следующий вопрос Про Можно так же про статистику Ну здесь все из Здесь все следует из моей критики математики Математика не работает с какими-то реальными вещами Математика работает непосредственно с иллюзиями разного рода Мы писать это не будем Я тоже тысячу раз проговаривал Давайте попробуем То есть соответственно Никаких единиц Нет двоек Нет троек Четверок Пятерок Шестерок Семерок Восьмерок Ничего этого не существует Это все выдумано людьми Это все было создано в рамках идеалистических дискурсов Таких как пифагоризм Таких как платонизм Это абсолютно выдуманные вещи Вряд ли они находятся в нашем мире в качестве идей каких-то Опять же И вряд ли они реально напрямую связаны с познанием Любое знание выраженное на языке Математики в этом смысле Оказывается знанием абсолютно иллюзорным И не связанным с миром Оторванным от этого мира И в этом смысле И в этом смысле Оно становится Ну как бы Наверное даже и не знанием А просто Ну Болдавней пустой Пустым Пустым обмениванием Различными Непосредственно Мнениями Амзи трактир знаний пишет 2 плюс 2 Равно Не равно 4 По стула от шадова Нет По стула от шадова Заключается в том Что нет ни двойки Ни плюса Ни второй двойки И тем более уж четверки Тоже нет Это складывание Чисто абстрактных сущностей Которые вот у нас в голове существуют Привет Привет Вячеслав Вы опять не первый Шадов как тебе прагматизм Никак Ну а прагматизм Тоже догма соответственно Но продолжим Про математику Статистика Соответственно Как метод современной науки Очень кстати часто используемый Следуя из всего сказанного Ну это тоже какая-то Пустая вещь Опять же ввиду того Тем более ввиду того Что мы не просто переводим Те или иные исследования Вчисловые данные Мы еще смотрим Какие-то средние показатели Опять же Может быть вы слышали Может быть вы слышали о том Что вот да Средний человек Там то-то и то-то Там сделал Среднего человека Никакого нет соответственно Опять же да Уже сомнительно То что мы из отдельно взятых людей Вырвали какие-то числа Каким-то образом С помощью наших абстракций Это уже крайне сомнительно Еще более сомнительно Что мы взяли Их как-то вот скомпоновали В одну формулу И вывели ее вам И показали ее вам Так Шадов я посоветовал Другу твои книги Какую ты посоветуешь Конкретно И можешь выслать Печатную копию Но печатную копию Только Вечного Путина Могу выслать Или сборников Прозы Или сборников Стихов Только Вот Ну вот Ну вот 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 Такое вот Такое вот С математикой На самом деле Все довольно просто Ну Математики тоже Не докажут Что реальные математические объекты Где-то существуют Это фантастика Все Это все фантазия Как бы Это все фантазия Только платоники Не скажут так Что математические объекты Существуют А зачем нам строить модельки Вообще Павел Что за догма Нам нужны допущения Чтобы модельки строить Зачем вам нужны Нахуй модельки Заебали уже Вариться В этом дискурсе Истины Дискурс истины Он Ну Это просто Платоно-аристотелевские догмы Ребят Я не знаю Вы просто купились На историю философии Являйтесь Ну Сидите у нее На крючке Непосредственно И в этом смысле Ну Окей Да Это просто наша культурная парадигма Такая по большей части Я размышляю Вне дискурса об истине Как бы Вот все Я занимаюсь Прежде всего Философией понимания Я не строю Никакие модельки Я не играю с модельками И так далее И так далее И так далее Для понимания Нужен абсолютный скептицизм Ну Если у вас есть Такие претензии ко мне Вам бы неплохо Было бы Наверное Почитать О том Чем я занимаюсь Философией Все Продолжение следует...